Проходя локацию ледяные пещеры, у тебя возникнет одна небольшая проблемка. Из огромной пасти пещеры в правой части экрана будет исходить ледяной ветер, который заморозит все твои растения и каким-то образом сделает их неосязаемыми. И чтобы с этим разобраться, тебе понадобятся огненные растения, которые невосприимчивы к заморозке сами и смогут согреть всех вокруг даже в ледниковый период. Четырнадцатое место занимает горячая картошка. Является одноразовым растением, способным растапливать замороженные блоки, освобождая зомби или растения, попавшие в эту ловушку. Начиная со второго уровня, растение сможет наносить урон всем зомби, находящимся на плитке, на которой она посажена, а начиная с пятого уровня сможет работать на осьминогах. Растение имеет ну прям очень узкую специализацию, так как оно предназначено лишь для одной локации – ледяные пещеры. А деактивация осьминогов? А что деактивация осьминогов? Картошка имеет 5-секундный кулдаун, поэтому она в силах справиться только с небольшим потоком этих моллюсков. В то же время, когда количество осьминогов будет представлять уже реальную угрозу, вряд ли она вам поможет. Двенадцатое место занимает перцепульта. Перцепульта – это второе растение, получаемое в ледяных пещерах. Она кидает огненный перец каждые 3 секунды. Кроме прямого урона, наносит также урон осколками в области 3 на 3 плитки. Прямой удар запущенного перца наносит 50 урона, а урон брызгами равен 10. При получении удобрения перцепульта запускает 3 гигантских перца на случайной плитке газона. Каждый перец наносит 300 урона в области 3 на 3 плитки. Перцепульта сама по себе не очень сильное растение. Прямой урон в минуту чуть меньше, чем у капустопульта. Однако это компенсирует какой-никакой, но все-таки сплэш урон, а также бонус от огня. Но при этом оно стоит 200 тонн и имеет очень долгий откат в 20 секунд. И пожалуй, самую слабую ульту среди всех это пульт. Двенадцатое место занимает огненный грехострел. Огненный грехострел имеет те же характеристики, что и грехострел, только наносит вдбое больше урона, нанося по 40 единиц урона на первом уровне. И начиная с пятого уровня, имеет шанс выстрелить плазмой, наносящих полтора раза больше урона. При получении удобрения огненный грехострел на 3 секунды поджигает дорожку перед собой, разрушая ледяные блоки и нанося 225 урона в 8 тактах. При усилении перцовой мяты огненному грехострелу будет добавлено дополнительно 240 урона к его огненному горошку. При этом сама плазма получает дополнительно 330 урона, а его ульта станет сильнее на 300 урона за каждый такт. Его позиции обуславливаются тем, что он наносит точечный урон, в то время как другие огневики, способные атаковать, бьют по площади. Но в то же время ни уродом, ни скоростью атаки компенсировать он это не способен. 11 место занимает Лава Гуава. Лава Гуава извергается при подходе зомби к ней, брызгая вокруг лавы и нанося 200 урона всем врагам в области 3х3 плитки. После этого она исчезает, оставляя под собой лужу из лавы, которая проживет 12 секунд и всего 1,5 секунды, если посажена на воду. Именно в лаве и содержится основная мощь этого растения. Лужа лавы наносит огромный урон зомби, которые по ней проходят. Она также блокирует посадку других растений до тех пор, пока она не исчезнет. При получении удобрения Лава Гуава создаёт трещину земли на всех плитках перед собой, нанося суммарно 900 урона в течение 12 секунд. Кроме того, она в 2 раза быстрее растапливает замороженные блоки. При усилении перцовой мятой Лава Гуава будет наносить дополнительно 600 урона брызгами лавы и дополнительные 60 урона в секунду от трещины при получении удобрения. За полный цикл нахождения на лаве можно получить 2400 урона, при этом растение стоит 75 солнц и откатывается 15 секунд. 10 место занимает Горячий пень Горячий пень поджигает обычный горошек, который пролетает через него, превращая его в огненный. Этот огненный горошек наносит вдвое больше урона по сравнению с обычным, но он также снимает заморозку. Ледяные снаряды, выпущенные снежным горохом, оттаивают, превращаясь в обычный. При получении удобрения у горячего пня огонь становится синим, и под воздействием такого пламени обычные горошины становятся плазменными. При этом этот эффект будет длиться до тех пор, пока он не будет уничтожен или удален. Также выделение тепла для обогрева у частицов 4 раза. Если в первой части это растение было абсолютно беззащитным, то во второй он явно стал гораздо сильнее. Зомби, подошедшие в упор, будут получать по 10 урона. Какая-никакая, но атака, что для растения поддержки очень даже неплохо. В дополнение к своей обычной способности, он также получил способность взрываться как острый перец и наносить урон от пламени по всей дорожке при потере своего здоровья, нанося 450 урона всем, кто был на ней. Однако стоит он дороговато, 175 солнышек. А полезен он будет только в связке с гороховым стручком. Но думаю вы и сами знаете, насколько это затратно. Девятое место занимает Призрачный перец. Призрачный перец после посадки ждет, когда вблизи появится цель и начинает наносить 60 урона в секунду каждой цели в области 1 на 4 плитки. После первой атаки у него запускается локальный таймер на 10 секунд, по истечении которого он взорвется, нанося 450 урона в области 3 на 3 плитки. Кроме того, перчик абсолютно неуязвим, а также является летающим растением. Поэтому может быть посажен на водные плитки без помощи кувшинки. При получении удобрения, Призрачный перец наносит удары всем зомби в области 4 на 3 плитки, наносят суммарно 1200 урона каждому в течении 3,5 секунд. Если локальный таймер перца был запущен, то прием удобрения его сбрасывает, и растение снова приходит в спокойное состояние после завершения ульты. При усилении перцовой мяты, перец получает дополнительно 60 урона к своей обычной атаке и дополнительно 200 урона к атаке при получении удобрения. Да уж, не хотел я его сюда ставить, но в одном из предыдущих видео я говорил почему. Ну раз уж он состоит в семействе перцовой мяты, то ладно, так уж и быть. Призрачный перец это профессиональный суетолог. Из-за его неуязвимости его можно и нужно ставить в самую гучу событий для максимальной эффективности. Стоит 75 сонц, кулдаун 15 секунд. Восьмое место занимает острый перец. Острый перец это растение мгновенного использования, мощь которого нам известна еще с давних времен. При посадке он взрывается, покрывая огнем всю дорожку, на которую его посадили, нанося 1800 урона всем зомби и снимая все замораживающие эффекты с растений. Также он способен быстро растапливать замороженные блоки независимо от их прочности и наносить прямой урон любому зомби, пойманному в ледяную ловушку. В отличие от других растений мгновенного использования, которые только ломают замороженные блоки, при усилении перцовой мяты урон перца увеличивается на 2400 урона. Он имеет очень медленный отказ, из-за чего мнение о нем складывается весьма неоднозначное. Седьмое место занимает Горячий Финик. Если зомби, идущие по дорожке выше или ниже, подойдут достаточно близко к Горячему Финику, они перескочат на его дорожку, на которую он посажен, а после уничтожения он взрывается, аналогично Острому Перцу, нанося такой же урон и в той же области. При получении удобрения Горячий Финик восстановит потерянное здоровье и увеличит дальность притягивания к себе зомби до 4х на 3 плитки, а также разворачивает зомби, находящихся на одну плитку сзади, которые разворачиваются и начинают поедать Горячий Финик. При усилении Перцовой Мяты урон от Взрыва Горячего Финика увеличивается на 1800 единиц, и что бы ты о нем ни думал, он довольно прочный – 2000 здоровья. Это позволит ему скопить зомби сразу с трех дорожек в одном месте и одним махом положить всех. Кулдаун 25 секунд. Играть с ним довольно весело, но для этого потребуется выложить реально в лавэ. Восьмое место занимает Огненная Лоза. Огненную лозу можно сажать поверх других растений, обеспечивая им дополнительный уровень защиты. Кроме того, она имеет атаку огнеметного типа на небольшую дистанцию в две плитки, которые поджигают зомби при их приближении, нанося по 30 урона в секунду. При получении удобрения Огненная Лоза поджигает всю дорожку, аналогично использованию перца, нанося 1800 урона всем зомби и надгробиям, которые на ней находятся. При усилении Перцовой Мяты урон Огненной Лозы увеличивается на 130 единиц урона в секунду, а дистанция пламени увеличивается до 5 плиток. Урон от ульты увеличивается на 1800. Стоит 125 сон, кулдаун 10 секунд. Пятое место занимает Фонарь Джека. Фонарь Джека представляет собой огнемет. При подходе зомби на нужную дистанцию в течение нескольких секунд выпускает пламя на 3 плитки вперед. Он использует один из 5 зарядов, чтобы воспроизвести короткий выброс пламени, который будет наносить постоянный урон в области действия в течение очень короткого времени, нанося всего 300 единиц урона. Если зомби сразу не умирает, он будет наносить непрерывный урон по 360 за один заряд. Использовав все 5 зарядов, он нанесет 1800 урона. Этого хватит, чтобы убить почти любого зомби. После исчерпания всех своих зарядов, ему понадобится 5 секунд, чтобы зарядить первый заряд. И еще 16, чтобы зарядиться полностью. При получении удобрения, Фонарь Джека призывает от 5 до 9 зеленых пучков на случайной плитке на газоне. Пучки, которые внешне напоминают сам фонарь, постоянно наносят зомби по 120 огненного урона в секунду и смогут прожить 7,5 секунд. Фонарь также будет полностью заряжен. При усилении перцовой мяты, урон Фонаря Джека увеличится на 550 за один заряд. Диапазон действия огнемета увеличится до 5 плиток, а его урон при получении удобрения возрастет на 350. Растение при своей огромной огневой мощи стоит 225 солнц, что очень немного, однако откатывается 20 секунд. Четвертое место занимает перцовая мята. Перцовая мята это усиливающее растение. При посадке она поджигает все дорожки, растапливая замороженные объекты. Также на первом уровне наносят по 100 единиц урона зомби каждые полсекунды в течение 3,5 секунд. Суммарный урон 700 единиц. Этого хватает, чтобы убить зомби с конусом. Как и другие мяты, она не может быть дублирована имитатором или повреждена каким-либо зомби. А также ее нельзя выкопать лопатой. На первом уровне действует 6 секунд. Среди всех мят перцовая мята на парус бомбардировочной имеет самый сильный атакующий эффект. Но в отличие от последней, поражает весь газон еще и постепенным уроном, что позволяет использовать ее против всякой мелочи. Третье место занимает фасабик нут. Это премиум растение атакует в ближнем бою с высокой скоростью, нанося удары на расстоянии двух плиток спереди и сзади. Хоть он и относится к семейству принудающей мяты, он обладает всеми свойствами огненных растений. Поэтому он также способен растапливать замороженные объекты рядом с собой, а также сам не подвержен эффекту заморозки. А еще не может пробить чертят драконов. При получении удобрения, фасабик нут начинает вращать своим хвостом в радиусе 3 на 3 плитки, нанося 1500 урона всему, что попало в радиус поражения. При этом стоимость и откат у него такой же, как у обычного бунгчоя, 150 тонн на 5 секунд. Растение получилось действительно очень мощным и свои деньги оно более чем оправдывает. Второе место занимает инферно. Инферно поднимает огненные смерчи и пускает их по своей дорожке, если на пути появляется зомби или препятствие. Смерч захватывает в себя первого встречного зомби и начинает уносить его назад, нанося в процессе многократный урон. После захвата зомби, вихрь сможет просуществовать 1,2 секунды. Но если зомби умрет до завершения этого времени, то он полетит дальше и сможет захватить следующего. Урон также наносится всем зомби и препятствиям во время полета через них захваченным зомби. Если на дорожке нет зомби, то смерти спокойно пролетают по дорожке, нанося урон всем препятствиям. Но из-за механики торнадо это не очень эффективно. Торнадо также сбивает бег зомби БК, зомби легенды Родео и зомби звезды футбола. Если же у зомби с газеты и зомби с воскресным изданием будет порвана газета и они попадут в торнадо, то их передвижение замедлится, то их передвижение замедлится и будет примерно равно скорости обычного зомби, однако скорость атаки останется повышенной. При получении удобрения, Инферно создаст более сильный огненный вихрь, который также сможет захватить зомби с соседних дорожек. Один удар Инферно наносит 22 урона, а при усилении мяты он увеличивается на 48. Однако вместо добивания оно всегда оставляет одну единицу здоровья, из-за чего приходится тратить время на добивание. Инферно можно по праву считать одним из лучших растений в игре за его умение отбрасывать зомби и вносить при этом весомый урон. Хотя механика торнадо делает его бесполезным против зомбоссов и препятствий, да и неспособность добивать зомби тоже сильно огорчает. Первое место занимает Драконалист. Драконалист это второе растение, получаемое в прятских морях. Когда в его зоне действия появляется зомби или надгробная плита, он выпускает стену из пламени, которая поражает всех зомби в области 3х2 плитки перед ним. Огонь наносит 30 урона и может растопить замороженных и замедленных зомби, а также зажечь факелы зомби-исследователю и зомби-поджигателю. И с недавних пор он наконец-то получил навык сопротивляться холоду, как любое уважающее себя огненное растение. При получении удобрения Драконалист выпускает мощный поток пламени в квадрате 3х3 плитки перед собой, нанося 1800 урона всем врагам на этих плитках. При усилении перцовой мяты обычный урон Драконалиста увеличивается на 180 единиц, а урон от ульты на 4400 единиц. Драконий Зев стоит всего 150 солнц, откатывается 5 секунд, атакует огромную для одного растения площадь поражения и имеет сильную ульту. Эти черты делают его одним из самых универсальных растений в игре, так как он подходит для любой локации и может справляться с огромными толпами зомби. А еще в отличие от своего холодного аналога, он абсолютно бесплатен. Вот такой вот топ у нас получился, пиши что думаешь об этом в комментариях, всем удачи, пока-пока.